Журналист Валерий Сурганов буквально бежал из Астаны в Алматы, чтобы дать пресс-конференцию. Говорит, был вынужден уехать из-за давления, которое началось после публикации серии скандальных материалов, которых фигурируют столичные чиновники. Здесь больше средств массовой информации, больше журналистов. И как вариант, здесь, я так думаю, надеюсь, что не будет никаких помех в проведении этой пресс-конференции. Как рассказал Валерий Сурганов, в течение года журналисты интернет-издания «Инсайдерман», где работает главным редактором, освещали историю о групповом изнасиловании дочери работника генпрокуратуры. По уголовному делу проходили двое парней – Мурат Тусупов и Мурат Суиндыков, сын высокопоставленного чиновника из корпуса А – Жуматая Суиндыкова. Сараркинский райсуд Астаны признал молодых людей виновными и осудил на длительные сроки заключения. Однако судья горсуда Данья Кисикова, которая рассматривала апелляцию на приговор, по мнению журналистов, была необъективна. Об этом они написали в одном из материалов. После этого судья Кисикова отказалась от рассмотрения этого дела, но инициировала другое. Против журналистов, говорит Валерий Сурганов. Издание обвиняют в клевете. По одному заявлению этой суди, по одному, можно сказать, звонку, не проведя до следственной проверки, не опросив ни меня, ни адвокатов, ни потерпевшую девушку, ни адвокатов той стороны, что там было на процессе-то, возбудил дело по факту. Президент Фонда защиты свободы слова Тамара Калеева отмечает, что зачастую при рассмотрении уголовных дел против СМИ следователи не интересуют наличие состава преступления. Они сразу переходят к интимному, то есть требуют раскрыть автора материала, который вызвал негативную реакцию чиновников. По закону о средствах массовой информации мы его много критикуем, но, тем не менее, там кое-какие есть хорошие положения. И одно из этих положений то, что журналист обязан сохранять в тайне источник информации. Он может их обнародовать только по требованию суда. К слову, название сайта «Инсайдерман» переводится с английского как «тайный источник». Валерий Сурканов говорит, что не намерен рассекречивать своих авторов.